Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Россия! 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 Ура! Ах, ложок опять отлетел. Это возможность, чтобы стать еще лучше. Правильно? Когда что-то отлетает, мы сразу ищем возможность, чтобы у нас было кресло, сильнее, сильнее. Правильно? Так ведь? Да. Вот именно с этим у нас и связан сегодняшний праздник. Понимаете? Да. У нас впереди 18 марта. Что у нас произошло 18 марта? Кто помнит? Крымская весна. Крымская весна. Он догадливый, да? Что произошла Крымская весна. А это как? Что такое Крымская весна? О, ласточки на гнездо. Да. Называется ласточки. Крымская весна, мы вместе. Что происходит? Да, ласточки на гнездо. Так. Что такое Крымская весна, это? Это когда все. Все вместе. Правильно. Вот это и произошло в 2014 году, когда все начали объединяться. А то, о чем мы с вами и говорим. Когда люди объединяются, тогда они становятся крепче, сильнее, дружнее, мощнее, умнее и в итоге лучше. Правильно? Как вы думаете? Да. А когда, вот даже на одной пальце, вот смотрите, вот на одной руке. Вот, когда в кулак сжимаешь, кулаком-то крепче? Да. А когда разжимаем? Слабее. Каждый палец по отдельности слабенький, так ли? Да. Вот эта самая идея как раз и есть. Если разъединяешь, то слабеешь. Если соединяешь, то становишь крепче, лучше. Понимаете? Да. Вот эта идея и лежит в основе всех, должна лежать в основе всех ваших действий. Когда вас что-то ссорит, вам же хуже. Так? То есть, даже невыгодно вам, когда вы разъединяете. А когда вы соединяете, говорит, слушай, давай пойдем друг к другу навстречу, мы не будем ссориться, а лучше с тобой подружимся. Вас сразу вместо одного по одному становится как минимум двое. Правильно? Или трое, или весь дружный пласт, так ли? И, соответственно, вы становитесь сильнее. Два, три, четыре, пять, десять, двадцать и тысячи. Или сто сорок пять раз. И миллион. И миллиард. И миллиард. И миллиард. Абсолютно верно. И миллиард. И когда люди на всей земле. И триллиард. А думают, а мы все люди. Земля наша общая. Давайте объединиться. Давайте подружимся. Давайте будем искать, как бы нам объединиться, чтобы сделать хорошего. Понимаете? И вся земля сразу станет процветающей. Так ведь? А если каждый будет говорить, а ты такой, а я другой. А ну-ка какой-то. И сразу начнется что-то воевать. А я такой, а давай к нему и против тебя пойдем. А давай мы против него пойдем. И начинают вот эти войны. Дети хотят воевать? Нет. Нет. Дети что хотят? Мир. Мир. Правильно? Дети хотят мир? Да. Молодцы. Вот. Это идея соединения. Даже если не хочешь соединяться. А вот себя измени и соединяйся, соединяйся, дружи со всеми. Дружи, дружи с книжкой, дружи с флажком, дружи с мамой. С друзьями, с учителем. Со всем, со всей страной. Со всеми людьми. Дружи. То есть у нас сильнее и умнее, и лучше. Понятно? Вот. Это, вот это мудрость у нас и была реализована в 2014 году. Что произошло? В 2014 году на Украине, на Украине, прошло, да, своеобразная, Такие начались неконституционные действия. То есть, те действия, которые противоречили закону Украины. И простым мирным гражданам начала угрожать опасность. То есть, люди, которые хотели разъединять, порабощать, эксплуатировать, они начали всех порабощать, эксплуатировать, захватывать. Понимаете? А люди же этого не хотели. Люди хотят мирно жить, чтобы дети в школу ходили, учиться и так далее. Правильно? Так? И они решили, нет, мы не хотим войны, мы не хотим, чтобы нас кто-то захватывал, чтобы кто-то к нам тут приходил и начинал нас эксплуатировать, в рабство куда-то, на войну куда-то гнать. Правильно? Как раз насилие помогают русские. Вот. И тогда они сказали, нет, мы не хотим быть рабами. А как это сделать? А сделать было очень просто. Объединиться. Вот они объединились. В частности, есть такое полуостров Крым. Слышали? Да. Полуостров Крым, там тепло. И вот люди там вспомнили, что их деды и прадеды воевали за этот Крым. Не один раз воевали, защитили от всех агрессоров, от всех оккупантов, понимаете, от всех проработителей, от всех эксплуататоров. И поэтому они там живы, жили дружно. Ну, пришло время, стали жить все хуже и хуже, и хуже, они решили, нет, мы не хотим жить еще хуже, чтобы пришли нас в рабство. А мы объединимся и станем свободными. Это и произошло. Они объединились, сказали между собой, ну, было проведено референдум, голосование. Вы хотите быть свободными и жить в свободной стране. Не там, где у вас будет рабство и эксплуатация. Они сказали, да, хотим. В России тогда спросили, а мы хотим вот этих людей из Крыма, чтобы они же с нами вместе жили. Потому что они говорят, мы хотим быть свободными, но в России нет войны, значит, мы хотим к России прийти. А на Украине начались вот эти плохие действия, не всем нравящиеся. Украина, это северная Украина. Там, да, много чего там было. Вот, ну, ладно, это мы сейчас не будем обсуждать, кто там строил. Строил тот, кто против того, кто был слабее. Там, где слабость, сразу приходят сильные. Если бы они были сильные, слабые, сильные не пришли бы, правильно? Так ведь? А если они послабели, вот они бы пришли, поэтому. Поэтому я вам говорю, надо быть сильнее, дружнее, мощнее, умнее и так далее. Понимаете, да? И вот они говорят, мы хотим в России, в России. Мир. А воевать мы не хотим. В России спросили, а мы хотим Крым принять к себе? Да, они же хорошие ребята, они наши друзья. Хотим принять? Хотим принять. И тогда они сказали, мы хотим к вам. А мы сказали, мы вас берем к себе. И объединились. И Крым вошел в состав Российской Федерации. Город Севастополь, как один отдельный город. Большой, как Москва, понимаете? Это и произошло в 2014 году, 18 марта. Понятно? И поэтому называется Крымская весна. Вот сейчас весна, она в том числе еще и крымская, потому что объединились все. И все вместе, мы вместе. Запомнили? Да. Давайте дружно скажем, Крымская весна, мы вместе. Ура. Ура. Молодцы. Теперь я вам покажу небольшой фильм про это событие. Давайте будем сними краю дедов и отцов, говорим тебе спасибо за священный вечный сон. С вечной верой человека, он живет у нас в крови. Вечный сон, на празднице вера, вечный сон родной земли. 18 марта 2014 года, 16 часов, Москва, Георгиевский зал Кремля, подписание договора о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. Это произошло 18 марта 2014 года. Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. То, что происходило в тот момент в Кремле, без всякого преувеличения, назвали историческим событием. С Владимиром Путиным в Георгиевский зал Кремля вошли еще три человека. Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалый. Именно они поставили свои подписи под договором о присоединении к России, Крыму и Севастополе. Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Республика Крым период приобретения этих территорий России. Это и героическая оборона, и потом взятие Крыма, Севастополя во время Второй мировой войны. Крым связан с русской историей, с русской литературой, с искусством, с царской семьей. В общем, вся ткань российской истории так или иначе переплетена с Крымом. То, что мы с вами говорили, да? В феврале 2014 года Симферополь. Верховный Совет Крыма объявил внеочередное заседание. Для определения дальнейшего статуса автономии планировалось объявить референдум. Но по командии с Киева крымско-татарский миджлист, ангажированный Майданом, вывел на площадь несколько тысяч человек. Мы никогда не думали об отторжении Крыма от Украины. Никогда. А вот когда мы решили события, связанные с переворотом, с оборудованным и антиконсессионным заходом, людям власти, и если люди оказались в опасности того, что над ними будут вздеваться националисты, тогда, конечно, мы об этом, я сразу подумал. Первое, что я сделал, это поручил администрации президента провести закрытый опрос общественного мнения по поводу настроения в Крыму, отношения к вопросу о возможном присоединении к России. Выяснилось, что желающих присоединяться к России 75%. Весь народ захотел объединиться. Но я же говорил, что это наша историческая территория, там проживают русские люди, они оказались в опасности, мы не можем их бросить. Повторяю, конечная цель была не в захвате Крыма, и не в какой-то аннексии. Конечная цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение по поводу того, как они хотят жить дальше. Все мои инструкции были как раз связаны с тем, чтобы действовать как он. В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента вооруженных сил Российской Федерации, и сфлацирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины, автономная республика Крым, на основании пункта Г, части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации, вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Вот, понятно? То есть угрожала опасность людям, и президент сказал, надо людям помочь, потому что люди сами попросили помогите нам, нас могут убивать, придите нам на помощь. И вооруженные силы России, вот, видите, наши вертолеты идут на помощь людям. на помощь людям спасать их жизни. Российская армия спешит на помощь спасать людей. Вот, поголосовали за то, чтобы объединиться. Смотрите, 64 человека было, 61 проголосовало. А люди боялись, что если они сделают добро, их накажут. И пришли военные, сказали, мы вас обережем Бог. Смотрите, сколько русских, российских вооруженных сил и, смотрите, какая мощь. Смотрите, какая мощь движется. Российская армия идет на помощь людям. 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 Здорово, да? Российская армия нас бережет. Вы сегодня спокойно можете учиться, потому что российская армия стоит на страже мира. Вот люди толпами шли в голосовать. В Крыму проголосовали 96,7%. Это почти все. Почти все люди. Кто-то заболел. И вся Россия тоже поднялась. Крым, мы вместе с тобой. Дональность их проживающих в Крыму. Да, 94%. Должна ли Россия это делать, даже если это осложнит отношение с другими странами? Мы вместе. Россия, мы вместе. Согласны ли вы с присоединением Крыма к нашей стране в качестве... Мы с вами крымчане. Вся Россия сказала, мы вас поможем. Мы вас поддержим, Крым. С мнением Крымчан, высказанным на референдуме кардинальная противоположность... Крым, Россия, мы вместе. ...доно и Брюссель. Навсегда. Полный мертвый. Вот. Вот, видите, с автоматами. Чтобы люди чувствовали безопасность. Их тоже не захватывает. Смотрите. Люди пришли с церетами. Спасибо, российская армия. Пришли защитить нас. Видите? Девочка, цветы дарим. Солдатам. Это пленка. Это пленка. Это пленка. Это автомат. Я это автомат. Это точно. Вот. Теодосия. Наши на помощь идут. Я не знаю, что я встаю, чтобы послать. Смотрите, вертолет. Вот. Севастополь. Они столько ехают, чтобы помочь. Вот. Заезжают. Вот. 18 марта 2014 года. 18 марта. Крым. Россия. Мы вместе. Крым. Россия. Мы вместе. Крым. Россия. Мы вместе. Крым. Россия. Мы вместе. Ура. Слушает президента. Дорогие друзья. У нас сегодня очень радостный, светлый праздничный день. Уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы. Вот. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Возвращается Крым в Россию. Вернулся. Крым. Красный берегам. Вот. Постоянные приписки. В Россию. Юбан. Вернулся. Крым. В Россию. В цветах триколора два флага российский и крымский, словно единое целое. Все исписаны пожеланиями в адрес любимой республики, чтобы даже с воздуха было видно, Крым – это Россия. В одном строю тысячи людей, целыми семьями. Несмотря на рабочий день, все те, кто два года назад принимал историческое решение. Крым, Россия, навсегда! Крым, Россия, навсегда! Крым, Россия, навсегда! Ура! Делали свой выбор в пользу России. Более 95% высказались за. Мы просыпались в честь свет и бежали на избирательный пункт для того, чтобы проголосовать. Вы знаете, мне казалось, что когда я прибежала, я буду первой. Там был уже весь наш микрорайон. Мы были абсолютно счастливы. Я 25 лет мечтала. Весь народ пошел. И пришел этот день. Думаю, мне так живу. Вот, освободители. У них на груди медали и ордена. Казаки крымские и кубанские, бойцы народного ополчения. Те, кто рука об руку сохраняли мир во время референдума, пресекая провокации, останавливая так называемые поезда дружбы из Украины. Те самые вежливые люди, кто в переломный момент мужественно взял на себя ответственность за сутку полуострова, не побоявшись никаких последствий. Мы первые сюда пришли, и мы видели, что творилось. Когда родной дитя приходит домой, это радость. Для каждого этот день особенный по-своему. У всех свои истории. Но если вдруг потребуется, крымчане единогласны, готовы вновь подтвердить свой умор. Это для нас второй день победы. Я вот так оценил этот день, эту дату, вообще для крымчан. Почувствую, эмоции переполняю. Зашкаливаю. Я уже говорил, я уже говорил, я думаю, наверное, ощущение такой же, как был в два года назад. Я тут гарантирую, что сто раз бы еще пришлось проголосовать, но сто раз бы проголосовали. Есть народ, который голосовал. Стен Государственного Совета, там, где и начинались события Крымской весны. 16 марта 2014 года, это то, что весь народ Крым изъявил в свое желание, то, которое терпел 23 года, быть в составе своей Родины, в составе своей Родины, в составе... Еще раз хочу поблагодарить Крым за мужество и последовательность крымчан, Россия, нас всегда... За то, что они не предали память о своих героических предках. За то, что они через год и десятилетия пронесли любовь к нашей Родине, к России. Мы вместе многое сделали, но предстоит сделать еще больше. Предстоит решить очень много задач. Но я знаю, я уверен, мы все преодолеем, все решим, Потому что мы вместе... Слава России! Слава России! Славься, ты русская, Славься, ты русская, наша земля, Да обладим победы, не полсида, Любимая наша страна! Славься, ты русская, Рожила в России с далеких времен, Чем крепче давление, тем крепче бетон. И если опасность державы грозит, Становится Родина, как Маланин! В картины победы сегодня, как сады, Опять сохраняется Рогенсталь! Россия! Россия! В этом слове Огонь и сила! В этом слове Победы пламя! Поднимаем Россию знамя! Россия! Россия! В этом слове Огонь и сила! В этом слове Победы пламя! Поднимаем Россию знамя! За нами сила предка! За нами сила предка! А мы светлая рад! А мы светлые люди! И нами матушка земля! Вот нами матушка земля! И Бог с нами! Вы вместе! Когда мы объединяемся, Вы становитесь крепче, Сильнее, дружбее, умнее! И никто нас тогда не победит! Понимаете? Вот вам Крым! Россия навсегда! Навсегда! Крым! Россия! Навсегда! Крым! Россия! Навсегда! Ура! Ура! Молодцы! Песня, память! Песня, память! Песня, память! Так, сейчас песню будем исполнять! Сейчас антракт! Да, сейчас будем перерывы! Перерывы! А потом начнем песни там! А с нами будем сплаками вопраться! А эти, не могу? Да, Кошкин? Елены, столашки! Субь, берите платья, ребята! У вас есть платья, чтобы было! Нет! А я Кирилла! Ты меня кирилла! По середине праздника! Кирилла! Субь, мы будем дома садить туда сюда! На стоит ли мне grief! Кав ! А ты такая Thursday storming! С мамкой, на золотомhar visionsа! Королева плавая! Звучит музыка. 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 Звучит музыка.